МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чувашей программы «Спортивные надежды» и я, ее ведущая, Екатерина Абрамова. Мы продолжаем знакомить вас с зимними видами спорта, развивающимся в столице республики. Активно набирает популярность фристайл. И все благодаря молодым спортсменам, которые от соревнований к соревнованиям радуют нас своими зрелищными выступлениями и победами. Знакомьтесь, победительница юношеских Олимпийских игр Лана Прусакова и действующий чемпион России Дмитрий Мулендеев. Оправданный риск – дело благородное. Тем более, если он приносит признание мирового уровня. Скорость на трассе, адреналин в организме – все это фристайл и его дисциплина – слоуп стайл. Этот вид спорта активно культивируется в республике последние пять лет. На горнолыжном комплексе «Вертикаль» на правом берегу Волги собираются его постоянные поклонники. Именно туда и пришли когда-то в первый раз Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев. Привел папа, начал кататься в классе шестом, заниматься начал в классе девятом-десятом. Ну, так не думал даже, что чего-то достигну. Просто как хобби катался, ну, нравится, очень круто. Ну, сейчас даже тоже такое отношение, наверное. Просто на старт стараешься что-то показать, что ты умеешь. Я занималась два года обычными стандартными горными лыжами. Да, и у меня не очень получалось. У меня не раз не делали на соревнования за два года. И я решила уйти, мне стало скучно. Вот, и мне предложили заниматься слофстайлом, попрыгать с трамплина. Ну, мне понравилось очень. И заняла там первое место на Всероссийской спартакиаде. Вот, поехала на сборы со своим тренером. И так получилось, что в сборную попала. Ну, таких успехов, конечно, не ожидала. Зал я видел, все-таки, когда еще они ко мне пришли, самое главное, это было желание самих детей, старание спортсменов, как они выкладывались на тренировках, а тренер уже помогает, ведет к цели, которые необходимы. Конечно, у Аны чуть быстрее пришло, там конкуренция немножко послабее у девочек, но Дима свое потерпел, как видите, в этом сезоне ему показывают достойные результаты. Приезда спортсменов все ждали с нетерпением. Был обещан мастер-класс по слоупстайлу для начинающих. А их оказалось немало, ведь в отделении фристайла Республиканского центра зимних видов спорта обучаются навыкам около 80 воспитанников. Именно в дисциплине слоупстайл Лана и завоевала заветное золото юношеских олимпийских игр. А ведь путь к медали был действительно тернист. Когда мы вышли на нашу первую тренировку, у нее вообще ничего не получалось. Она падала, она расстраивалась, она плакала. То есть вечером, там буквально, наверное, после тренировки, мы часа три с ней ехали, беседовали. Мне кажется, она проплакалась, у нее вышли эмоции все. И на следующий день, за день до Олимпиады, до самого старта у нее, мы провели тренировку. Она была очень хорошая, она все сделала идеально и на следующий день очень хорошо выступила. Очень сильно волновалась на Олимпиаде. И вообще, юношеская Олимпиада, это был первый старт, где я смогла собраться мыслями и хорошо выступить. С первой же попытки Лана набрала заветные и недосягаемые соперницами 77 баллов. Вторая попытка была несколько провальной. Лана упала, и это сильно повлияло на ее психологический настрой. И когда я поднялась на старт, я подумала, что мой тренер обиделся на меня и уехал. Я подумала, что я стала пятой, а не первой или там какой-то... Вот, и я подошла к доске, где висели результаты, и на этой доске я увидела то, что я первая. И я ничего не могла понять, потому что не могла поверить просто. Да, и подошел мой тренер, отругал меня, спросил, какая я. Он думал, что я пятая, вот. А я сказала, что я первая. Он очень удивился, посмотрел сам на эту доску результатов, да, и очень обрадовался. И оставалась заключительная девочка. Вот ее проезд, и ей выставляют оценку меньше, чем у меня. И он кричит, ты первая. Мы стоим, обнимаемся, кричим, все на нас смотрят, радуются, хлопают. Вот. Очень, очень круто это все было. Успеху дочери очень рады родители. Чуть не заревел. Сам не видел соревнования в прямом эфире. Дочка по телефону мне рассказывала, сколько у Лана очков, сколько у соперника, когда приезжает с медалями. Это все-таки окрыляет. Я думаю, детям надо доверять. Если вот она сама выбрала этот спорт, что, пусть занимается. Конечно, фристайл и тем более слоуп стайл – дело не из легких. И без травм, как и в любом спорте, тут не обходится. Но их возможно минимизировать. Перед тем, как выполнить новый элемент на снегу, спортсмены тщательно отрабатывают его на воде. Фристайл у нас является одним из самых экстремальных видов спорта, которые существуют в зимней программе олимпийских игр, потому что высоко травматизм и очень много адреналина спортсмены получают, когда выполняют свои элементы. Сейчас Лане всего 15, и она является самой юной и одной из сильнейших фристайлисток России. Не уступает ей и Дима, студент третьего курса Чувашского государственного университета. И спортсмены уже всерьез подумывают об олимпийских играх 2018 года. Планы на сезон показал то, что смог, получается, стал чемпионом России. Дальнейшие планы – это поехать на Кубок Европы, на соревнования мирового уровня ездить, и там попадать в 20-ку. Если буду попадать в 20-ку, то у меня будет личная квота на Олимпиаду в 2018 году в Хеньяне. Буду стараться, выкладываться, дойдем до Олимпиады, с Никитой все сделаем. Планы на следующий год – это, наверное, этап Кубка мира, также чемпионат России, раз до Кубки Европы, возможно. Но нам пока еще ничего этого не оглашали. А на Олимпиаду – ну как пойдет. Но в России, конечно, получается, что я самая сильная, но нужно сейчас заработать квоту на страну, и это будет очень сложно. Пока спортсмены вовсю готовятся к соревнованиям, в отделении фристайла Республиканского центра зимних видов спорта приходят все больше и больше потенциальных чемпионов. Принимают их с 9 лет. Конечно, Чебоксарский склон – это только маленький шаг на пути к будущим победам. Но с чего-то нужно начинать. Будем помогать по мере возможности, развивать. Самое главное, у нас еще раз говорю, есть здесь молодые тренера, есть кадры, которые решают все. Нам остается только им помогать, поддерживать и развивать материальную базу, которая сегодня, к сожалению, не совсем соответствует современным требованиям, которые необходимы для достижения самых больших спортивных результатов. В планах спортивного ведомства Республики усовершенствовать комплекс и в ближайшие годы принять старты одного из этапов Кубка России по фристайлу в дисциплине скик-кросс. Набирает обороты в Чувашии и хоккей, причем как профессиональный, так и любительский. Впервые в Чувашии стартовала школьная хоккейная лига. Три месяца юные хоккеисты-непрофессионалы боролись за Кубок Андрияна Николаева в рамках ШХЛ. Всего в матчах школьной хоккейной лиги приняли участие 16 чебоксарских команд. Лучшие встретились в финале на льду Дворца Чебоксары-Арена. Дебют удался. Проект столичной администрации понравился как спонсорам, так и спортсменам. Уже одно то, что за них болеют, они забивают, причем проводят какие-то комбинации, это уже говорит о том, что мы чего-то добились. Что касается перспектив, то мы думаем, что в следующем сезоне мы обязательно расширим этот проект как минимум в два раза и доведем количество команд до 32. Все команды, боровшиеся за Кубок дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, были разделены на два дивизиона. «Восток-3» и «Союз-9» в честь названий кораблей легендарного космонавта. Учащиеся получили экипировку и необходимый инвентарь. Главное, благодаря горячему желанию играть в хоккей в столице республики стали возрождаться дворовые ледовые площадки. В 2015 году мы построили пять коробок новых, оснащенных, современных. На следующий год, на следующий сезон тоже планируем это сделать. В этом же году получается 16-17 сезон школьной хоккейной лиги. Ну и будем содержать тренеров, будем активно помогать этим командам. В матче за третье место дружина 50-й школы обыграла команду 4-го лицея. Противостояние за первое место в школьной хоккейной лиге скрестили клюшки команды 62-й школы «Буран» дивизиона «Восток-3» и «Тигры» из 2-й школы дивизиона «Союз-9». Болельщики активно поддерживали обе команды. Однако, как и «Ракета «Восток-3»» вышла в космос раньше «Союза-9», так и представители этого дивизиона первыми начали атаковать ворота соперника. С преимуществом в три очка победу одержали хоккеисты «Бурана». Общий счет 5-2. В течение сезона игралось хорошо. Мы сыграли с многими командами. С каждой игрой было немного тяжело, но мы смогли победить. Я хочу участвовать в следующем году, чтобы помочь в команде. Хочу, чтобы моя команда выиграла везде, и мы получали кубки. Мы не боялись соперника и были уверены, что мы выиграем. Я хочу, что в следующем сезоне мы играли еще лучше. Конечно, победа не главное, но все же стать обладателем кубка Андрияна Николаева – почетный статус. В качестве награды все призеры школьной хоккейной лиги получат шанс побывать на играх континентальной хоккейной лиги или на кубке Гагарина. Как отметил глава города Леонид Черкесов, с начала следующего сезона КХЛ и следующего школьного учебного года будет закуплено около 40 билетов на матчи казанского Акбарса. На дворе весна, а значит, пора ставить точку на зимних видах спорта. Впереди рассказ о спортивных надеждах летнего сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова